И снова всем привет, друзья! Сегодня у нас четверг, 30 мая 2024 года. И мы с вами опять прокатимся по замечательной территории острова Уайт на юге Англии. И я расскажу вам о последних новостях, которые здесь у нас происходят в Великобритании. Конечно же, я имею в виду новости, которые связаны с королевской семьёй. И я хочу сразу объяснить, может быть, тем, кто не понимает, я не профессиональный журналист отнюдь. Я вообще блогер-любитель, которая показывала жизнь в Англии. Так как я здесь живу уже почти 15 лет, я считала, что будет интересно тем, кто никогда в Англии не был, послушать об этом. Ну а почему я начала рассказывать вам о Кейт и о британском королевском семействе? Потому что это сейчас главная тема, она волнует здесь очень многих. И вы знаете, я ничего не придумываю, я ничего от себя здесь не рассказываю. Я, как уже сказала, всего лишь навсего делаю вам выжимку из всего этого огромного количества новостей, которые сейчас отовсюду, в общем-то, поступают. И трудно разобраться для тех, кто, может быть, особенно и не следит, особенно не в курсе. Поэтому я и рассказываю вам вкратце, при том, что я вам показываю фотографии, всё это нахожу, фильтрую. Ну и если вам нравится, друзья, смотрите. Если не нравится, то я же никого не удерживаю у экрана. Пожалуйста, проходите мимо. Ну и теперь, мне кажется, уже всем становится ясно, что произошло что-то из ряда вон выходящее с Кейт Миддлтон. Потому что то, что происходит сейчас, вот британская пресса, она так ничего и не предоставила нового. Никаких новых снимков или каких-то свидетельств, очевидцев мы не видим. Поэтому всё больше недоверия, поэтому всё больше возмущения. Британские граждане, особенно молодёжь, они уже, знаете, говорят давно об упадке монархии. Может быть, и раньше здесь было не всё так гладко, но раньше этого так не было заметно, и можно было скрывать какие-то серьёзные проблемы. А сейчас, во времена интернета, во времена всеобщей доступности любой информации, конечно же, скрыть что-то практически невозможно. И мы с вами вот как раз и наблюдаем то, что происходит, и пытаемся вместе со всеми понять и разобраться. Какое-то время назад Королевский дворец объявил о том, что теперь принцессу Кейт будет на всех мероприятиях заменять принцессу Беатрис. Я обещала вам рассказать немного поподробнее об этой молодой женщине. И вот сегодня как раз об этом и пойдёт мой рассказ. Принцесса Беатрис. Ну, во-первых, она будет заменять принцессу Кейт на грандиозных мероприятиях, которые намечаются в конце июня 2024 года. Это будет посещение императора японского Нарухита со своей супругой. Они будут гостить с зарубежным визитом здесь, в Великобритании, больше недели. Ну и отложить это мероприятие никак невозможно, потому что его уже однажды откладывали. Визит должен был состояться в 2020 году, но из-за коронавируса он не состоялся. Поэтому сейчас уже будет очень некрасиво выглядеть, если снова этот визит будет отложен. И вот вся королевская семья готовится сейчас к этому визиту. И мероприятие обещает быть очень торжественным. Король Карл Третий и королева Камила будут встречать японских гостей. Но также и вот принцесса Беатрис. Я нашла вот эту вот фотографию вам, чтобы было понятнее. Принцесса Беатрис справа. Посредине вы видите принцессу Кейт Миддлтон. И принцесса Евгения. Это сестра принцессы Беатрис. Обе они внучки королевы Елизаветы. Так вот, принцесса Беатрис и принцесса Евгения. Это две дочери печально знаменитого принца Эндрю Йокширского. Третьего сына королевы Елизаветы Второй. И младшего брата нынешнего короля Карла Третьего. И вот здесь, вы знаете, хоть и говорят, что сын за отца не отвечает. Или дети не несут ответственность за то, что делали их родители. Но вот здесь так не работает. Потому что то, что принц Эндрю свою репутацию полностью испортил. Это отразилось и на его дочерях. И что Беатрис, что Евгению здесь в Англии очень не жалуют. Ну и несмотря на то, что, как говорится, она звезд с неба не хватала. И ничем особенно примечательно не была. Но из-за своего веселого нрава, в общем-то, была любимицей, наверное, всей королевской семьи. А самое главное, она была любимицей королевы Елизаветы Второй, ее любимой внучкой. И это мы сразу можем понять, когда мы посмотрим на фотографии свадьбы принцессы Беатрисы. И, кстати, посмотрите, какие яркие, красивые свадебные фотографии. Их очень много. Я вам только немножко тут выставлю, покажу самое интересное. Но вы можете сами погуглить и посмотреть. Так вот, на церемонию принцесса Беатрис надела платье Елизаветы Второй, в котором королева Великобритании впервые появилась на публике в 1962 году. Платье из коллекции самой королевы. Оно выполнено из атласа слоновой кости, и его лифт отделан бриллиантами. Помимо платья, королева Елизавета Вторая одолжила своей внучке Диадему, в которой сама выходила замуж за герцога Единбургского в 1947 году. Как-то никто не мог припомнить до этого, чтобы Елизавета Вторая своим внучкам или кому-то еще из своих родственников вот такие вот преподносила сюрпризы к свадьбе. Мне очень нравится вот эта фотография свадьбы Беатрис и Эдуарда. И здесь видно королеву Елизавету Вторую и жив еще ее муж принц Филипп. Посмотрите, какие все счастливые. Королева Елизавета едва дождалась свадьбы своей самой любимой внучки, потому что там такая интересная история с принцессой Беатрис, что она 10 лет встречалась с американским бизнесменом по имени Дэйв Кларк. Но, к сожалению, эти отношения ни к чему не привели. Они так и не поженились уж не знаю по какой причине. И вот в 2018 году она познакомилась со своим будущим мужем. Эдуарда Мопелли Моцци – аристократ и бизнесмен итальянского происхождения. Семья Моцци принадлежит к богатейшим людям Соединенного Королевства. А сам Моцци имеет титул графа, да к тому же еще очень известный горнолыжник, который выступал на Олимпийских играх в Саппоро в 1972 году. Похоже, что они очень счастливы и любят друг друга. И в октябре 2021 года у них родилась дочка. Ну, еще немножко хочу вас порадовать вот этой вот фотографией. Фотография невест. Посмотрите, какие все красавицы замечательные. И вы можете узнать. Первая – это, конечно же, Кейт Миддлтон. Вторая – это, конечно же, Меган Маркл. Ну, а третья и четвертая – это, соответственно, принцесса Евгения и ее сестра принцесса Беатрис. Две принцессы крови, внучки королевы Елизаветы II. По-моему, принцесса Беатрис и принцесса Евгения очень даже симпатичные девушки или молодые женщины. Но вот как безвкусно они одеваются, уже, наверное, только ленивый не обсуждает. Особенно принцесса Беатрис. Вот посмотрите, она порой бывает настолько нелепо одета, что многие отмечают, боже мой, где ее стилисты, куда смотрят ее стилисты, что она на себя надевает порой. Аристократка голубых кровей, но совершенно не имеет вкуса. И преподнести себя как аристократке ей абсолютно не удается. А вам нравятся ли вот такие вот наряды принцессы Беатрис? Ну вот, друзья, я вкратце рассказала вам то, что обещала про принцессу Беатрис, которая в данный момент, в 2024 году, будет официально заменять принцессу Кейт Миддлтон. Пока та у нас отсутствует, непонятно, насколько долго она будет отсутствовать, где она вообще. Но это опять, знаете, одна и та же песня. Начинать сначала мне не хочется. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, все, кому понравилось это видео. И я для своих постоянных зрителей, для моих любимых подписчиков хочу сделать объявление, что в субботу 1 июня, это уже через два дня, я проведу свой очередной стрим и буду отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Это у нас произойдет в 3 часа по лондонскому времени или в 5 часов вечера по московскому времени. Пожалуйста, приходите, я вас всех жду. И очень надеюсь, что в этот раз мой прямой эфир не прервется, и мы с вами можем поговорить будем обо всем, о чем вы захотите. Готовьте свои вопросы, друзья. Мой прямой эфир продлится ровно час. Всех вас жду, всех приглашаю. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, берегите себя. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok